шалом сегодня я запишу маленький ролик мы с нашей группой будем свидетельствовать эта тема называется скажем так сила провозглашения у меня даже есть такая книга с таким названием но это немножко в другой плоскости это тоже о силе и тоже о провозглашениях но в другой немножко плоскости и так наша группа иногда берет в интернете самое лучшее из проповеди других проповедниках мы не все берем даже бывает такое что один проповедник на одну тему хорошо проповедует а берет он другие темы и там там совсем нехорошо так мы совсем нехорошо не берем а то что хорошо если мы видим что действительно это хорошо и поможет нам мы это берем и вот мы смотрели кейт амура это американский проповедник друг каната копленда по теме исцеления и по теме силе слов и из его небольшого там отрывка девятиминутного мы поняли как правильно какие слова горит свою жизнь чтобы жизнь качественно изменилась и это касается не только исцеление исцеление это в первую очередь конечно это может быть все что угодно и мы стали применять мы в этом всего несколько дней дня три может быть но мы уже видим результаты значит я вначале расскажу о принципе этому что провозглашать и как провозглашать значит допустим у вас есть какая-то нужда и это ну серьезная нужда и вы хотите очень вам нужно что бог вам помог и вы но вначале нужно попросить до начале нужно попросить это однозначно вот но после это вот однократно вы однократно просите бога а дальше вы уже называете несуществующие как существующие вере просто говорите что это уже не бог дал я это имею ну допустим примеру там не знаю вот я сразу приведу пример то что было со мной по вчера у меня очень стало болеть сердце и я одна дома и вот я лежу сильная боли в сердце я стала говорить мое сердце здорово мое сердце здорово мое сердце здорово я даже не заметила как я заснула и когда проснулась у меня абсолютно не болело сердце и целый день все было замечательно то есть мне сердце больше не болело и в принципе так можно говорить на все что хотите даже если у вас рак даже если у вас любая другая тяжелая там даже смертельная болезнь один раз попросить а дальше уже провозглашать что вы исцелены там я свободно от рака я свободно от рака ли я свободно от другой болезни или понимаете то есть называйте то что вы хотите что было вашей жизнью причем называть надо так что это уже произошло это самый лучший способ и ну я собственно уже одно свидетельство сказала да я наверно сразу второе скажу тихонечко потому что мой муж пришел с работы вот у меня были проблемы с мужем очень много лет подряд в последние все годы а сейчас это все дело обострилась по некоторым причинам он не верующий человек и в общем то он все время на повышенных тонах орал на меня кричал плохие слова говорил в общем это был просто воду я жила можно так сказать и я стала исповедовать что моей семье мир что между нами мир и что он нежно ко мне относится я вам свидетельствую что уже два дня все что я говорила это пришло мою жизнь я как говорится поверить не могу но господи я поверила все нормально я поверила я от счастья как бы не могу поверить что это такое происходит мне по телефону не ругаемся не дома не ругаемся у нас сейчас такие нежные отношения чудесные но в общем я еще даже не успела к этому привыкнуть но я вам свидетельствую это именно то что я провозглашала и верила очень важно верить в то что вы провозглашаете не просто так вот сто раз одно и то же повторили думаете что она будет нет так не будет нужно верить нужно очень сильно хотеть и очень сильно верить когда это придет и это нужно провозглашать с верой силой можно несколько раз можно там допустим три раза это скажите потом в течение дня там еще скажите можете очень хорошо если человек болеет и эти вещи любой болезни были даже глазами и говорит это перед сном вот я сейчас вам один секрет расскажи все что касается здоровья вот эти вещи провозглашайте именно перед сном обязательно почему потому что как когда вы начинаете засыпать у вас включается подсознание подсознание это уже как бы не вы не бодрствуете и у вас это все происходит голове а сам мозг продолжает работать и делает то что вы в него заложили если вы говорите что я исцелена там от того то там у меня допустим и здоровые глаза мы глаза здоровы бог исцелил мои глаза и все пошли спать и дальше успите а мозг включился и исцеляет ваши глаза представляете это в любой сфере может быть любой неважно это мочевой пузырь или сердце или что угодно если вы живете в праведности без греха все нормально у вас то это все будет происходить как бы кнопочку вы нажали своими словами и все начинает происходить можно и другие говорить пожалуйста не только исцеление но исцеление особенно вот сильно запомните перед сном провозгласить 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 и все вы включили подсознание и пока вы спите как бы ваш мозг на активность отключен ну потому что вы не активны но подсознание она работает и это все выполняет лечит организм поэтому возьмите на заметку и я хочу сейчас попросить тех кто уже за эти два-три дня которые мы вот исповедуем правильно наш кто что получил какое чудо леночка расскажи что у тебя там произошло мы произглашали чтобы я успела подготовиться к они то есть сдать и задание по гражданскому праву до 23 59 я в общем и сделала но еще было такое что я вроде бы в этот день после собрания который был понедельник у меня зуб мудрости да тут он очень болел да вот это вот вообще как-то в десну там все это отдает вот это очень сильно начал заболевать именно ночью и я такая думаю что делать там я не помню молилась или не молилась но мне пришла мысль просто положить руку я короче положил ее и боль начала отступать я не помню что-то говорила или не говорила короче до сих пор не были ничего слава господь я просто немножко объясню первое свидетельство мы молились чтобы лена там успела и задание сделать и там что-то еще надо было сделать на следующий день и первое бог и помог она сделала это задание а второе она не успела сделать и когда она пришла на занятие и и просто не спросили понимаете то есть бог сделал так что но вот то что она не успела никак не вылезла то есть как бы ну преподаватели поняли что все нормально тому всех нормально у нее тоже нормально понимаете вот а зубом это фантастика и сейчас нам то не тоже интересно или у лена еще есть какие-то свидетельств нет пока нет ну давай танят и рассказываем что у тебя я тоже почему-то начал болеть зуб в тот день когда мы в понедельник примерно в общем начал начал болеть зуб под коронкой я не поняла почему очень близ и мне было больно нажимать на него но я где-то наверное сутки половину суток и игнорировала как бы я не то было столько дел что я как бы ничего не делала можно сказать не молилась за это не но это было как бы терпимо и потом я подумала что надо что с этим сделать все таки и я просто помолилась сначала я выгнала всех этих нечистых духов там болезней это все сделала и потом я просто начала прозвышать что у меня точно не помню но я начала прозвышать примерно что у меня здоровый зуб что у меня здоровые зубы или или все здоровые зубы по моему даже говорю а и десна здоровые и через какое-то короткое время как бы это все стало уходить и потом она как-то незаметно я там ну дальше что-то делала там делами занимаюсь она пустая пламя заметил куда меньше уже нету этой боли что вот я нажимаю и ничего такого не и вчера вечером тоже опять попыталась как бы атака такая как я поняла произойти я тоже по моему сказала что это не принимаю в общем я утром проснулась уже опять этого всего тоже не было всей этой боли это первое и ну про маму это просто мы тогда когда поссорились я просто молилась и не помню поразглашала или нет но я поразглашала точно что иисус христос он господь наших отношений что вот это вот все в таком роде и мы сначала сутки не разговаривали но потом мы начали разговаривать и наши не в общем пришел в наши отношения и следа даже нету от этого на той ссоры может так сказать снова еще то не был такой случай я просто расскажу мы уже знаем в группе это она рассказывала на я расскажу у тани недавно родилось очень много козлят кстати если кому-то надо то можете связаться с и 12 козлят помимо пяти коз больших еще 12 козлят и они там где-то находились в каком-то небольшом там таком помещении и они уже быстро растут и это не решено как лошади но они конечно не как лошади но они просто там разбамбливали все там в общем очень она переживала и когда мы у нас было первое занятие вот об этих вещах что можно исповедовать правильно или то что ты хочешь а я не там вечером тоже не ложились спать до ночи там топали прыгали все разносили и таня просто днем помолилась что все мои козочки они козлятки они спокойные они спокойные и они вовремя спать ложатся что вы думаете они совершенно успокоились и они вечером легли спать и все все тихо и хорошо было замечательно вот понимаете сила слов сила провозглашения что вы провозглашаете что вы говорите это очень много значит но я буду очень рада если кто-то понял этот принцип и начнет применять и пишите пожалуйста в коментах если вы получите какие-то хорошие результаты поделитесь добудется слова нашему господу всего доброго шалом